20 января состоялось первое в новом году заседание городского профсоюзного комитета. Основное внимание члены правкома уделили итогам минувшего года и планам на 2011. Прошедший год для членов профсоюзных организаций городских предприятий и учреждений прошел со знаком плюс. В первую очередь это касается оплаты труда. Тарифный фонд в бюджетных учреждениях был повышен. Соответственно он будет повышен и в этом году. Плюс будет увеличение заработной платы на 6%. К положительным итогам 2010 года можно также отнести успешно прошедшую оздоровительную кампанию, проведение культурно-массовых мероприятий и увеличение численности профактивов предприятий и организаций. 2011 год для Зареченского правкома обещает стать не менее плодотворным. Год начался у нас с проведения колдогварных конференций в ваших учреждениях. Хочу сказать, что практически у нас 100% охват колдогварами. Все они были перезаключены или заключены вновь. С позициями, которые не потеряли. В общем, позиции у нас не утратились. Все выплаты, все, в общем-то, льготы в основном все сохранились. На собрании председатель территориальной организации профсоюза Заречного Вячеслав Вавилкин предложил в наступившем году пересмотреть отношения к финансовой поддержке членов профсоюзных организаций. Итоги 2010 года показали, что значительная часть бюджета правкома уходит на оказание материальной помощи, которая подчас ничем не мотивирована. Приходят люди, которые с заявлениями, которые протокол приложен с вашим согласием. Ну, такие помощи материальные смешные. 500 рублей, там 700 рублей, тысячи, полторы тысячи. С точки зрения наших договоренностей, с точки зрения организации профсоюзного движения, я не имею права отказывать и не делаю этого, не отказываю. Потом следом идут люди, у которых на самом деле большая потребность. Как-то кто-то умер, кто-то попал в больницу. Серьезная причина какая-то. Помощь требуется уже не в разрезе. Там 500 тысяч рублей. Нормально, 6-9 тысяч. Этих денег уже нет. В результате сокращается и финансирование других сфер деятельности профсоюза. Ситуацию необходимо менять. Помочь в оказании финансовой поддержки членам профкома может городской департамент социальной защиты. Сейчас то, что мы обговариваем, более расширить перечень материальной помощи для членов профсоюза. Один из критерий, который будет увеличен материальной помощь лицам обращающих в департамент социального развития, будет ходатайство руководителя профсоюзной организации. Основным мероприятием в 2011 году станут выборы председателя территориальной организации профсоюза, которые состоятся осенью. Готовиться к ним уже начали. На прошедшем собрании утвердили состав организационного комитета предстоящих выборов.